Всем привет! Меня зовут Паша Городецкий, я старший партнер компании Elite Startup. Переходите по ссылкам, подписывайтесь, оставляйте комментарии. А в данном видео я хотел бы поговорить с вами про закон Conway. Звучит он следующим образом. Организации, проектирующие системы, ограниченные дизайном, которые копируют структуру коммуникации в этой организации. Звучит несколько сложно и запутанно, но если сказать просто своими словами, то любой продукт всегда будет отражать все те ценности и все те мировоззрения, которые есть у его создателей, у его разработчиков. То есть функционал, дизайн, принципы работы любого продукта, любой системы, любой организации всегда будут являться совокупностью всех тех ценностей, которые есть у разработчиков этой системы. В случае с IT-продуктом это означает, что функционал, принципы работы, дизайн продукта всегда будет напрямую зависеть от команды разработки. Любая организация, проектирующая систему, и мы здесь говорим не только про IT-систему, а про абсолютно любую систему, создаст в итоге такую модель, которая будет отражать ту коммуникационную структуру, которая есть как раз в этой организации. И на самом деле это очень во многом говорит о культуре компании. То есть это понятие, этот закон напрямую связан с культурой в организации, в системе. И если говорить простыми словами, то если в компании, в организации плохая культура, то и продукт, по сути, получится плохой, с отражением всех тех недостатков, всех тех минусов, которые есть в этой компании или в этой конкретной команде. И в этом случае закон Конвой напрямую применим для всех решений о цифровизации, о цифровой или диджитал трансформации, поскольку все те диджитал решения, которые компания будет внедрять, в итоге будут являться отражением всего того, что было внутри этой компании до внедрения новых инструментов. Если в компании неэффективная организационная структура и низкий уровень культуры, то все диджитал решения, в том числе цифровые трансформации, будут ее преемниками и будут отражать все эти минусы, все эти недостатки, которые есть на текущий момент. На практике это также применимо при принятии решений о необходимости масштабирования продукта, о необходимости производить сложную разработку. Если продукт в том виде, в котором он есть сейчас, пускай даже на листе бумаги, не решает своих задач, не закрывает потребности потребителей, то в этом случае нет необходимости дополнительно внедрять какие-то диджитал решения, которые, по сути, также не будут решать проблемы пользователей. С точки зрения применения закона Конвоя на практике в организации, то чаще всего он связан с тем, что необходим баланс как в команде конкретной, так и во всей организации. Например, если в команде отсутствует какая-то ключевая компетенция, например, нет продакт-менеджера или нет дизайнера, это напрямую отразится на финальном продукте. Ну а продукт, направленный на закрытие потребностей пользователей, должен отражать себе весь спектр потенциальных восприятий и весь спектр того опыта, который может быть у потенциального пользователя. Это пример того, как закон Конвоя может работать в вашей организации на практике. Если ваша команда состоит из людей с примерно одним сопоставимым профессиональным опытом, примерно из одного поколения, одного гендера и с каким-то общим единым бэкграундом, то это отразится на вашем продукте. Это не так критично в том случае, если у вашего продукта узкая целевая аудитория ограниченная, либо если вы создаете внутренний продукт для собственного использования. Но если вы создаете продукт, который будет целиться в широкую массовую аудиторию, то в данном случае кросс-функциональная команда с сбалансированным набором всех опытов и потенциальных бэкграундов сможет успешнее и эффективнее решить эту задачу. И крупные западные компании, которые первые начали широко говорить про diversity в организации, в структуре, во многом говорили именно об этом. Компания, которая имеет сбалансированную организованную структуру, сможет эффективнее транслировать свои ценности финальному пользователю. На этом все. Спасибо. Надеюсь, это видео было интересным. Подписывайтесь на наш канал, переходите по ссылкам в описании, оставляйте комментарии и всем пока.